Привет, стратегические жевжики! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и этим видео я начинаю очередное прохождение Sid Meier's Civilization 6 на последнем уровне сложности. Подробности, что будет дальше, напомню, что все серии сразу спонсоры канала могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества, большое спасибо им за поддержку в это сложное время. Для всех остальных серии будут выходить раз в день. Сначала пробегусь по модам, это важно для того, чтобы вы могли мой сейв первого хода запустить, без этих модов он просто не запустится. Ничего в механиках игры я не меняю, самое главное, real strategy, мы поняли, что этот мод действительно улучшает искусственный интеллект компьютера, и с ним действительно тяжело играть. Ну, против компьютера тогда на последнем уровне сложности. Новый мод включу Quick Deals, чтобы это быстрые сделки, чтобы быстрее с компьютером понимать, за сколько он продаст то или иное, чтобы мне и кликать, а то мне в комментариях писали, ну, собственно, мне и в комментариях порекомендовали этот мод, что я слишком долго с компьютером вожусь в торговле. Дальше обязательно Fix AI Corporations, это чтобы искусственный интеллект правильно распоряжался с ресурсами, когда мы включаем режим монополии и корпорации. Ну, а во всем остальном, просто удобство бета-репорт-скрин, цветные исторические моменты, комьюнити-кьюк-ьюзер-интерфейс до лучшего интерфейса, в общем, вот смотрите, какие моды, это для того, чтобы вы могли параллельно со мной сыграть эту же партию, загрузив сейв. Итак, партия будет абсолютно стандартной, то есть все стандартное, самое главное, стандартная скорость, я обычно показываю на сетевой партии, стандартная скорость означает, что войны, битвы могут проходить более вменяемо, ну, то есть и вообще игра создавалась под стандартную скорость, поэтому я надеюсь, что и компьютеры в этот раз будут действовать как-то интереснее, именно на стандартной скорости. Городов-государств стандартное количество, стихийные бедствия стандартные, карты, карту-континенты поставлю, но сразу предупрежу вас, что если вдруг я появлюсь на своем отдельном континенте, просто континенты нравятся, на них интереснее играть, чем просто на пангеи, так вот, если я появлюсь на континенте отдельно, один, на котором я буду находиться, я перезапущу партию. Вы это даже не заметите, я сразу вам сделаю видео без перезапуска, но если я вдруг на континенте, то один на континенте, то перезапускаю. Размер карты огромный, 12 в этот раз, я не добавляю компьютерных игроков, чтобы у всех было место на развитие, потому что сложно, ну, то есть я добавлял компьютерных игроков, чтобы мне было тесно, но частенько бывает, что они там друг дружкой мешают, и получается, что не могут вменяемо развиваться. Возраст мира стандартный, ресурсы стандартные, чудеса природы, все расположения стандартные, то есть все, все чисто стандартное, включаем варварские кланы и монополии корпораций, ради которых мы и ставили там вот мод, который их ремонтирует. Случайные технологии и социнституты не включайте против компьютера, они не умеют ими пользоваться, и они реально тогда хуже развиваются со случайными технологиями, они не понимают, куда идти, там, не ускоряются и прочее, прочее, прочее. Победы все включены, тут вот есть, опять же, ну и, наконец, все победы включены, все остальное традиционное. Теперь по цивилизациям. Играю за Канаду, у меня на канале, оказывается, только одно прохождение за Канаду есть, так что последний вот рейтинг цивилизаций был про Канаду, Инков и, кого там еще, Испанию. Вот я поставил канадцев, все цивилизации, которые относятся к американскому континенту, то есть к Северной и к Южной Америке, куча индейцев будет, вот против них будем играть. Потом поставил Россию, ну, во-первых, для того, чтобы в Россию ядерные ракеты покидать, естественно, ну, а главная причина, потому что именно Россия спорит с Канадой за Тундру, и посмотрим, кто сможет лучше там развиться, я или искусственный интеллект за Россию, ну, и поспорим за этот пантеон на Тундру, например, да. Ну, и, наконец, две самые обычно научные цивилизации, Хамурапи и Сандок, чтобы они улетали по науке от меня. Ну, че, давайте попробуем в это сыграть. Всем приятного просмотра, пока там Шон Бин трендит о том, как космические корабли бороздят просторы оперных театров. Напомню способности Канады. Можно строить фермы в Тундре, а после открытия строительной инженерии и фермы на холмах в Тундре. То есть фермы в Тундре только Канада может делать. На клетках снега и Тундры, в том числе на холмах, все рудники дают плюс два производства. То есть, ну, короче, все заточено на Тундру. Тут, конечно, вопрос, появимся ли мы в Тундре, на самом деле. Ну, я не знаю, мы можем не появиться в Тундре, если только этой самой Тундры нету на карте. Такое тоже может быть. Дальше, значит, рудники дают плюс два производства, лесопилки дают плюс два производства, лагеря дают плюс две пищи, фермы дают плюс две пищи. Скорость накопления стратегических ресурсов увеличивается на 100%. То есть, если в Тундре есть стратегические ресурсы, это все быстрее делается. И стоимость приобретения клеток снижается на 50%. Способность лидера. Нет, давайте посмотрим, где мы появимся. Ну, вот, какая-то Тундра уже сразу есть, да? Напоминаю, что Канаде невозможно сразу объявить войну. Надо сначала осудить и сколько-то ходов подождать. Кстати, я уже сразу два континента вижу, да? Кумари-Кандам. Какое-то индийское название. Скорее, не канадское. Ну, не знаю, я бы тут ставил. Какая-то Тундра есть, да, на Пантеон. Вот тут у нас этот кампус на плюс четыре получается, как минимум. Да нет смысла куда-то идти. Нормальное место. Немножко вначале, правда, еды не будет. Оттава. Оттава Сенаторс, кстати. Хоккейный клуб. Вы знаете, вот сейчас за канадцев, блин, или все-таки не стоит разведчика? Я понимаю, что мне войну убить сразу не могут. Но у меня изначально не будет большой армии. И я уверен, что будут обвинять мои. Я бы, наверное, все-таки юниты строил вначале, в любом случае. А не скаутов. Все-таки против компьютера. За кого бы вы не играли? Первая цивилизация, открывшая Южную Америку. Так мы в Южной Америке? Нет, Южная Америка, вот. Блин, жалко, что это не Северная Америка называется, да? Была бы Северная и Южная Америка. И там эти цивилизации, которые я поставил из Южной Америки. Международную торговлю ускорили. Ну, животноводство начнем, лошадей откроем. Надо, конечно, вот там смотреть. И мне бы чудо найти... Мне бы, конечно, в астрологии в первую очередь пойти взять пантеон на тундру. По-моему, здесь это очень важно. И вообще исследовать, сколько у меня... Ну, выглядит, как тундры у нас не очень много. Так, вот тут, по-моему... Ну, видите, тут можно где-то города ставить. То есть, немножко тундра имеется в игре. Ну, что, удалю пока свою вебку. Понимаю, что вы приходите смотреть... Так, вот там где-то явно лагерь варваров, что вы приходите эти партии чисто на меня смотреть, на мое лицо, но... Но нет. Так, сколько стоит купить клетку? Вот видите, тундра в два раза дешевле. Эти все по 50 стоят, да? А тундра в два раза дешевле, 25. Еще они как-нибудь захватывались, было бы вообще классно. Наверх схожу, посмотрю, где там этот лагерь. Где-то там должен быть. Ну, мне на тундру надо ставить. Три. Ну, похоже, где-то тут город ставить надо будет. Вообще, очень медленный старт. С другой стороны. Через три хода добавится. А с третьей стороны я пока не очень чувствую, медленный он или нет, потому что это стандартная скорость, напомню. На стандартный... Ой, ребята, слушайте, а я сейв-то... Мне надо автосейв первого хода. Я опять забыл сделать сейв. Мне надо автосейв первого хода куда-то скопировать, чтобы вы могли ему воспользоваться. Один момент. Все, скопировал. Сейв первого хода точно есть. Если вы хотите со мной параллельно проходить эту партию, то скачивайте сейв. В прикрепленном комментарии он есть. В описании тоже должен быть к видео. И вот мы с вами параллельно будем играть. Только не забудьте те моды, которые я вначале показывал, тоже поставить. Потому что иначе у вас, скорее всего, этот сейв не загрузится. Так, ну все пока правильно. Так, блин, тут океан. Что-то тундры выглядит немного. Морской клан. То есть он будет тут эти морские юниты создавать. Так что меня он тут не особо беспокоит. Не знаю, даже, может, и не стоит особо спешить с его захватом. Ладно, пойдем, руинки соберем. Блин, выглядит, что мало тундры, ребята. К сожалению. Выглядит, как мало тундры. Так, лошадей рядом нету. Что я хочу в руинке? Рабочего давайте. Озарение для обработки брони. Ну, блин, я это озарение и так мог бы сделать. Это три варвара убить. Блин, меня тут еще и подселить могут. Это озеро или это озеро? Так что тут, возможно, есть куда-то еще проход. Но тундры, вот смотрите, вот эта вся тундра практически, которая у меня есть. Так что не так уж и много тундры у нас тут будет с вами. Ну, я бы еще одного дуболома сделал. Или прачникова. Давайте прачника. Так, очень слабенько город. Нет, смотрите, на сетевой скорости это пять ходов. Тоже слабенько. Просто в два раза можно делить и понимать, как быстро растет по сравнению с обычными. Вот тут ко мне, наверное, фиг подойдешь. Блин, я вот думаю, что мне открыть сначала. Давайте, может, прямо в астрологию и пойдем. То на божестве мы можем не успеть. Так, ну пока священное место никто не послал. Хотя вот в прошлый раз я за Зулусов играл. Там что-то компы вообще как-то с религией не спешили. Да, вот это вся тундра, которая у нас есть. Ну, по идее... В Канаде, может быть, этого достаточно. Я, короче, в тундре могу... Пожалуй, я вот сюда куда-то город поставлю. На алмазы, думаю. И где-то здесь еще город надо будет. И все. У меня с тундрой три города будет. И сразу же пустыня, вон, вижу там, походу. Не знаю, не буду трогать этот лагерь. Очки эпохи, конечно, нужны. Но я лучше разведкой займусь. Хотя, с другой стороны, этим прачником тоже можно заняться разведкой. Большое невольничье озеро. Это в Канаде? Это канадское название вообще? Озеро Верхнее. Просто Верхнее. Блин, или поатаковать. Слушайте, наверное, все-таки надо заняться. Я этим прачником пойду тут. Ну, во-первых, мне не нужно, чтобы этот... этот клан превратился в город-государство, понятное дело. И вот этот клан тоже можно зачистить будет. Так, тяжелое поражение. Значит, постоим, полечимся пока. Ну, мне бы карточку на плюс пять против варваров поставить. Со следующим ходом и поставлю. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жеужиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Кто-то вот снизу у меня должен явно быть. Я боюсь, как бы меня не подселили. Так, значит, точно, берем плюс пять. У нас разведки и нету, ну и бог-царь для пантеончика. А, вот быстрые сделки. Можно будет посмотреть, видите, с кем быстро... Кто какую сделку готов принять. Ну, это лучше, чем все это прокликивать, согласитесь. Это меньше времени просто даже на видео будет занимать разведчика дали. Кстати, это очень неплохо. Жалко было бы его строить. Заодно сейчас тут все исследуем. Но я бы, конечно, рабочего больше хотел. Так, дальше... Наверное, на международную торговлю пока пойдем. Давай ударю, он не должен меня убивать. И повторюсь, так как это морской клан, то тут не будут новые наземные юниты появляться. Возможно, кстати, знаете что? Возможно, его стоит... Сколько стоит галера? 80 золота. Я бы поставил тут город и сразу бы галеру купил. У этого клана. Потому что, возможно, мне не стоит его прям убивать-убивать. Так, тут скаут пойдет исследовать. Вот этот можно точно убить. Тем более, тут прачник, который слабенький. Ну и он тем более будет как раз создавать наземные юниты. За 95. Просто воина за 95, да? А, нет, 155 стоит. А 80, чтобы не атакал, 155 галера стоит. Слушайте, я бы, наверное, заплатил следующим. Хотя... Хотя... Даже не знаю. Ладно, давайте строителям. Надо подумать, нужен ли мне прям третий воин. Но, с другой стороны... Против компов лишние юниты никогда не будут. Юниты лишними никогда не будут против компа на уровне сложности божества. Блин, тут уже пустыни какие-то. У нас вроде же нету никаких цивилизаций на пустыню, да? Тундры мало. О, уже ученого? Три. Причем. Нифига себе, ну... Я думаю, это Вавилон, кстати. Я не думаю, что кто-то мог успеть уже открыть письменность. Я думаю, что Вавилон просто встретил другую цивилизацию. Сразу открыл ученость и сразу поставил кампус. Так что, я думаю, вот это... Вот это уже Вавилон у нас. Причем три. Это ж он три... Ну, вряд ли он три кампуса мог поставить. Хотя девятнадцатый ход. Почему нет? Так, я предлагаю все-таки купить, мне кажется, дубика. И теперь уничтожить Вавилон пост. Плюс мы ускоряем военную традицию и письм... Кстати, зачем нам письменность... Мы бы кого-нибудь встретили, правильно ведь? Блин, кстати, а еще не факт, что мы не одни на этом континенте, да? Вы, правда, этого не узнаете. Я тогда просто заново начну и... Эту часть не буду вам показывать. Давайте сюда глянем, что здесь. Да, письменность. Жалко нам дали с этого лагеря именно письменность. О, руина. Ладно, сначала апнусь. Или важно было руину собрать. Руина. И встретили Наску. И Наску я встретил... Не первым. Значит, уже кто-то... Кто-то так точно у нас тут есть на континенте. Мы здесь не одни, ребята. Мы на этой планете не одни. Пошли пока сюда. Нам бы, конечно, чудо найти, чтобы... Так, ну давайте атаковать здесь. Я вот сюда отойду, потому что тут, видите, появилась квадрилема. Она может сюда подплыть и атаковать... Ну и стрелять, по-моему, этому. А отсюда точно никто не будет стрелять. Блин, тут вообще пустыня. Это вообще не наша территория. Интересно, а сейчас Антона Нарееву первым? Нет, не первым. Блин, и Антона Нарееву не первым. Кого же в пустыню закинуло? Ну не может там... Крии. По-моему, там никого нету на пустыню. Короче, кто-то на территории, которая для него не особо предназначена. Прокачиваемся пока на варварах. Так, я хочу... Не знаю... Реликвию. О, плюс, кстати, неплохо. Я до трех уже вырос. До четырех мы выросли очень долго. Нормально. Нормальненько. Блин, я надеюсь... Мне надо забрать... Может, пока отложить астрологию? Вдруг... У меня такое ощущение, что где-то в пустыне там сейчас будет этот. Как его... Чудо. Так, реликвию хочу. Два цверы тоже неплохо. Сейчас мы... Примем пантеон. Кстати... Вот, уже пророка два. Уже двое поставили. Смотрите. Ну, я уверен, что вот это Россия. По какой-то причине. Я уверен в этом. Так, ну пока... Расположение вроде у нас сайфовое. В том плане, что... Видите, тут океан, тут океан. Е, соседние клетки. Ну, я все-таки их возьму. Тут... Ну, как минимум, я думаю... Три-четыре священных места можно будет поставить. Так что, да. Беру на тундру. Я, наверное, убью, но я, опять же, не буду пока уничтожать этот лагерь. Третью ГГшку встретил Хатусу. Блин, тут куча пустыни, куча руинок. Вообще интересно, как-то сгенерировалась карта. Такая Канада отдельно в тундре. Отделенная от всех еще и пустыней, чтобы до нее добраться такая. Короче, мы будем белыми ходоками. В этой партии, похоже. Ну, вот тут... А Хатусу, хорошо, я первым встретил? Тоже ж не первым. Тоже не первый. Такое ощущение, что это разные цивилизации встретили Хатусу. Ну, а нас кое-то нанорило. Возможно, какая-то одна встретила. Еще и на Ланда. Ну, вот видите, о чем я говорил, обстреливает. Ну, я сюда встану и буду тут стоять, лечиться. Так. Пока я могу только оленей обработать. Нормально. За счет того, что в тундре, видите, как круто дает. Ну, знаете, у меня в тундре не так много ресурсов. Блин, алмазы. Может, тут все-таки как-то не на алмаз. Блин, тут надо как-то решить с городами. Как их расставлять. И не нахожу никакое чудо пока. Посол. Блин, так неохота астрологию своим ходом открывать. Ну, походу, придется. Иначе мы тут можем без религии остаться. Ну, пока две цивилизации религию набивают. Две цивилизации религию. А за счет чего у меня плюс две веры? Извините. Одна табак, окей. Ну, не нас, скажи. Нет. Удумают у меня две веры. Модификатор и обрабатываемая клетка. Что за модификатор, извините? Разве я что-то может давать здесь? Так, что-то не понимаю, за счет чего я получаю еще одну веру. А, понимаю. Фу ты. Карточка же стоит. Откуда вера? Откуда вера? Я верю в карточку. Кстати, как называется? Бог-царь. Потому что я сейчас бог и царь. Так, а вот что обрабатывать? Рудник еще не открыт. Может, я рано вообще рабочего построил? Ладно, пошли пока к каменоломне. Это будет вторая клетка, которую я обработаю. Ну, а потом шахту где-нибудь. Так, время поселенцев. Думаю, хатуса сама сейчас их уничтожит. Нет, не видать никакое чудо на пустыню. О, я хотел реликвию, я получил реликвию. Туринская плащаница. Какая же она туринская? Она оттавская явно. Плюс 4 веры. Ну, правда, это не поможет мне быстрее религию принять, но количество веры... Так, мне надо, короче, в золотой век каким-то макаром. Для этого точно нужна религия. Наверное, этим дуболом сюда куда-то надо идти. Короче, вот сюда направлю. Пока руинки неплохо. Неплохие найдены. Как-то даже не знаю, вот этих морских... У этих морских кланов будет ли вообще появляться сухопутный юнит. В будущем. Чтоб защитить. По-моему, нет. Блин, а можно хоть кого-то встретить из цивилизации? Тоже морской? Нет. Ну, слушайте, давайте заберем. Это ж ускорение всегда. О, астрологию ускорили. Кайф, ребятки. Я думаю, что нам... Блин. Плюс 6. Надо ли нам спешить со священным местом? Или сначала посело сделать? Вот в чем вопрос. Ну, что-то так хочется священное место поставить. Ну, блин, смотрите. Вокруг нету соседей, да? Кто вообще меня подселит? Я уже довольно много открыл. Я не вижу, чтобы меня могли подселить. То есть, поэтому... Чего нам спешить с... Клан Серые Крысы и... Ну, Серые Крысы и Хатуса уничтожил. Трилистника я уничтожу. Так вот, что нам спешить с поселенцем? А с религией? Чтоб трудовую дисциплину... Блин, я даже не знаю, нужно ли тут трудовую дисциплину брать? Вот другой вопрос. Опять же, не так... Ну, с другой стороны, будет соседство и с горами, да? То есть, вот у этих городов я смогу рядом с горой поставить. Хм. Религию хочу. Точно. Чтоб в Золотой Век. Да, мне пофига на этого. Варвара, потому что... Лагерь его уничтожен. Ускорение я уже получил. За счет убитых... Количества убитых варваров. Ну и что мне его трогать? Жалко, не убил. Было бы еще ускорение для лучников, но... Ведь сейчас его Антононариву убьет. Блин, где соседи? Я уже... Главное, они ГГшки раньше меня нашли, а я уже ниже ГГшек нормально так прошел. О, строитель отдал. Ну, правда, нафига мне сейчас строитель? Я вообще не могу ничего им обработать. Фирмы можно сделать? Нет, давайте, наверное, эти шахты. Вот тут я камень обработаю. Блин, скрипочка, конечно, канадская. Так себе развлекалова. Так себе музыка. Озеро Шамплей. Но я бы не сказал, что... Прямо у нас... Много места. Такое ощущение, что Антононариву надо убивать. Раз, два, три. Вот сюда город влазит. Ну, вот видите, из-за того, что вот сюда... Видите, сюда не влазит. Сюда влазит. Получается, что нам... Из-за того, что нам сюда надо ставить... Ну, собственно, раз, два, три. Не особо много вариантов. Придется все-таки на алмаз. Похоже. И где-то здесь еще. Давайте смотреть. Где тут еще может быть город? Наверное, вот сюда. На снег вот этот. И все. И, собственно, в тундре у нас только три города получится. То есть всего три. Катка. Хоккейных. Всего три хоккейных команды в Канаде будет. Что ж поделать. Оттава Сенатор с Монреаль Канадием. С Ванкувер Кеннекс. Эдмонтон Оилерс. Какие еще команды... Из Канады. Так, тут сменяем бог-царь на... Блин, а может оставить. Ладно. Производство пока сделаем так. Камень обрабатываем. Ускоряем каменную кладку. Шахту делаем. Ускоряем мастерство. Что, и мастерство открыли? Нет, мастерство не открыли. Давайте пока в мастерство идем. А, вон. Так, ну это ацтеки. Да. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ацтеки это страшненько. Страшненько, вообще-то. Они могут дать 88 за 7 золота в ход. Нет, пожалуй... Блин, бразилец заберет руинку. Так, ну вот мои соседи и нашлись, в общем-то. Тут ацтек, тут бразилец. Никто из них на пророка... Ну, то есть я смогу, наверное, к ним свою религию разнести. Уже половина необходимого для золотого века. Ну, я точно приму религию, как мне кажется. Обработку бронзы или каменную кладку открывать? Давайте кончарное дело пока. Заработали одного посла в Наску. Это, кстати, здорово. Радами с Юзереном быть Наске. Нафиг надо. Ну, хотя какой-то город, наверное, в Пуссоне тут будет. Все-таки. Когда-нибудь. Блин, надо в сторону ацтека что-то ставить. Но, в принципе, места для расселения у нас у всех есть. Стоунхендж на 29-й ход. А, подождите, это же не сетевая. То есть это, считайте, 14-й ход. Нормально. Нормально. Быстро. Так. Еще одну шахту. Там бы, конечно, орошение, блин. Но мне никак не ускорить орошение. Тут только фермы на кукурузе возможны. Но очень вряд ли, да? Кстати, с монополиями и корпорацией у нас чай. Ну, пока только производство я могу. Да, я не вижу третьего чая. Давайте поищем. Нам бы корпорация на чай. Это плюс 15% к науке. Мне всего два пока. Так, хорошо. А по континентам что? Ага, мы с ацтеком на одном континенте. Бразилец на другом. Что, он что-нибудь хочет? Одинаковое, абсолютно, предложение. Ацтек уже к нам так начинает с неприязнью. Ну, потому что у нас армия маленькая, скорее всего, из-за этого. Так, тут стоим, ждем возможности купить кораблик. Не знаю, строить тут фермы. Через семь ходов камень. Так, это же холм, да? То есть я не смогу здесь ферму... Давайте, может, вот эту клетку выкупим, и я там построю ферму. Фермы в тундре. Это все понятно. Еда, еда. Скорость накопления ресурсов. Нельзя бить внезапную. За каждые 100 единиц туризма вход получает единицу. Ну, вот мне бы на туризм, конечно, попробовать. Хоккейный каток. Слушайте, а хоккейный каток, он сразу доступен? Что-то я задумался. Каток, наверное, надо искать. Мне колониализм надо открыть. Не сразу. Ладно, пойду, короче, вон туда ферму строить. Давайте поатакуем уже, что тут? Попрокачиваем дуболома пока. Блин, как бы эти воины-орлы ко мне, конечно, не пошли. Воины-орлы суровые. А с другой стороны, далековато. А с третьей стороны, компьютер, пофигу. Тупо отправляет куда угодно просто. Ага, вот уже и границы бразильских городов. Да, выглядит шон-то на Норио забирать надо будет, мне кажется. 2% культуры. Блин, для меня бы, конечно, было круто. 2% культуры за каждого великого человека. Что там, религия еще не основана? Ну, пророка забрали. Но религия еще не основана. Но одного пророка уже забрали. Но я уверен, что это Россия. Просто уверен. Хотя, смотрите, они не накапливаются очки писателей, художника и музыканта. Это же Россия ставит лавры, которые дают очки этих великих музыкантов, писателей и прочих. Так, мне такое ощущение, что мы втроем на континенте. Так, кто тут показывает, кого он встретил? По-моему, здесь прям должно быть показано. Нет, вот ацтек кого-то еще встретил, а бразилец никого, кроме меня, не встретил. Так что тут явно конец карты. А вот за ацтеком кто-то есть еще. Эти минанки. Будем считать 15-й ход. О, крутое священное место. Ну и взятие религии, это взятие уже золотой век. Я, наверное, не буду трогать этот лагерь вообще пока. Блин, ну город придется там пока ставить. Нафига я сюда встал? А пускай обстреливает. Покачаемся немножко. Так, здесь я покупаю клетку. Видите, какие фермы на плюс 4 ставятся в тундре. Я не знаю, как это работает. Как могут быть фермы в античности на тундре, которые будут тебе давать больше еды, чем фермы на лугах. Это вообще какое-то странное. Я понимаю, что это все ради баланса, типа. Но странно, согласитесь. Надо вот тут посмотреть, что будет. Это мы трудовую повинность ускорили. Но все-таки главное, чтобы этот лагерь не превратился в город-государство. Я просто хочу... Ну я не думаю, что он до начала следующей эпохи это сделает. А вот в начале следующей эпохи я как раз его и захвачу. Ну что, камень пойдем? Ну я бы камень, наверное, убрал вообще отсюда. С другой стороны, а какой мне тут ставить район? Пока непонятно. Так, ну тут, наверное, доисследуют мои юниты. Я бы уже тогда отправил скаута сюда. Смотреть, вот тут что-то должно быть еще. Блин, мне, наверное, проекты... Или все-таки города поставить. Ну тут надо все-таки хоть один город еще поставить, и потом проекты почитать. Священное место, да, надо было ставить, потому что кучу веры дает. Пускай, пускай стреляет. Может тут лес этот вырубить? Да, рабочее судно я пока не могу. Ладно, давайте, наверное, этот заряд рабочего оставим вот сюда по виду, вот этих лошадей обработать, когда город там поставлю. Так, а он никто, кстати, в раннюю империю еще не вышел. Я думаю, надо орошение открывать. Стоим. Ну, наверное, как-то через Антона Нариву пройдем. Вот тут открыть. Ну, в принципе, понятно территория, да? Понятно, где нам надо ставить города. Вот тут плоховато. Ну, в принципе, не так уж и классно. Мало тундры. Но попробуем. Я в рейтинге сказал, что Канада сильная цивилизация. Попробуем. Вы знаете что? Давайте я буду тут стоять. Я увижу, если Ацтек вдруг попрет ко мне. Просто сюда хочу пройти. Сейчас бразилец уберет своего дуболома. Десять ходов древний мир закончится на четыре хода. Нет, их на четыре. На двадцать четыре хода раньше, чем требуется. Это явно там Вавилон куда-то улетел. Ну ладно, слушайте, тогда уже как закончится древний мир, мы, пожалуй, узнаем. Вы узнаете в следующей серии. Спонсоры канала могут прямо сейчас ее поискать в вкладке сообщества. Спасибо, что смотрите. Начало, конечно, такое. Пишите, какое у вас начало в вашем сейве. Ну, конечно, не совсем честно. Вы уже знаете, где находится ГГшки и все остальное. Немножко можете по-другому действовать. А может, кто-то и не смотрит мое прохождение, сразу с сейва начинает. В любом случае, играйте в умные игры. Слава Украине, живе Беларусь и Россия будет свободной. До следующей серии. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.